Центром притяжения горожан стала крупнейшая ёлка России. 50-метровая красавица переливается всеми цветами радуги. Ледовый городок в этом году посвящен сразу нескольким темам. Грядущий чемпионат мира по футболу, заявка Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки Экспо-2025 и 295-летие столицы Урала. Именно здесь уже звучат первые поздравления, вручаются подарки и загадываются самые заветные желания. Ну и традиционная русская зимняя забава, катание с года! В Грозном, как и по всей стране, все последние дни царит предновогоднее настроение. Главные события разворачиваются на центральной площади рядом с праздничной ёлкой. Сотни людей, целыми семьями, собираются здесь, чтобы посмотреть на зелёную красавицу высотой более 50 метров. Это самая большая новогодняя ёлка в Северокавказском федеральном округе. Её украшают тысячи разноцветных огней, километры гирлянда. Рядом самые желанные гости этого праздника. Дед Мороз и Снегурочка и множество других персонажей из сказок и мультфильмов. Петербург и ощущение праздничного уюта, которое окутало город. Уличные очаги дарят прохожим тепло согреться под треск поленьев и вперёд на поиски подарков. Сюрпризы ждут по всему городу. В Петропавловской крепости билет в детство. Герои Щелкунчика и Басин Крылова сверкают под радугой софитов. Так рождается новогодняя сказка. Кристальный лабиринт – это почти два десятка композиций, которые постоянно пополняются. Это элемент нового ледового ансамбля. Лёд сковал и городские катки. Их праздничные узоры приближают бой курантов. В предновогоднюю гонку за впечатлениями включился Невский проспект. Миллионы огней в гирляндах и уходящий год становится ярче. Когда вокруг море и горы, а вместо ёлок наряжают пальмы, это и есть настоящая крымская зима. Накануне Нового года на полуострове по весеннему тепло, что только подогревает атмосферу всеми любимого праздника. Ребята, все кататься бегут! На побережье Чёрного моря каток под открытым небом, где главные символы Нового года любого закружат в танце. Сотни ярких огней мерцают в Евпатории, где на центральной площади совсем незнакомые люди в унисон поют старые добрые песни. Невероятные красоты ёлки, сказочные ярмарки, даже ледяные горки в Севастополе. Ощущение праздника, что шагает по всему полуострову в каждой мелочи. Как Новый год встретишь, так, говорят, его и проведёшь. 2018-й в Крыму точно будет незабываемым. Встречать Новый год за столом с мандаринами оливье традиция, конечно, хорошая. Но почему бы не нарушить её, не встретить его в лесу? Тем более, что вырос он прямо у Кремля. Боекурантов не по телевизору, а вживую. На три дня главная улица Москвы превратится в один большой театр. До вторника её закрыли для автомобилей. Один, два, три, нет, это не Деды Морозы. На Манежной площади собрались месяцы, все двенадцать, чтобы закружить в хороводе тех, кто ещё не осознал, Новый год уже здесь, на пороге. Всех-всех с Новым годом всегда! Праздничное настроение в воздухе Москва, как декорация к волшебной сказке. Если обещали себе начать что-то с понедельника, самое время. Например, встать на коньки. В новогоднюю ночь главный каток страны на ВДНХ начнёт принимать гостей с 17 часов. В 9 вечера стартует праздничная программа. Снег, он всё-таки будет. В Сокольниках точно заснеженные деревья. Сказочные звери – лучшие декорации для фотографии. Вот растопить лёд можно будет на танцплощадке. На новогодние каникулы в столицу приехали гости со всей России. Из-за границы Москва – центр праздника. Такая красота! Мы счастливы! Здесь так много людей! В новогоднюю ночь автобусы метро «Московское центральное кольцо» работают круглосуточно, а парковка – все праздники бесплатные.